Как всегда, начала нести дикую чушь. Ах, золото, а не человек. Господи, Одри, тупая! Ну извини, инцест или нормальные отношения? Пока не долблю, сплю. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И сегодня мы продолжаем смотреть сериал «Игрушка своего брата». Ну а если вы не видели предыдущие выпуски рубрики «Глазами зрителя», то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео. А также вот здесь сверху будет подсказочка с ссылкой на плейлист. Переходите, смотрите, обсуждайте вместе с нами. А также перед началом этого ролика я предлагаю вам подписаться на мой канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ребята, 17-я серия. Оказалось-то, что 18-я это уже и финал. Ну там два финала, типа первые и альтернативные. Но всё равно, капец, мы придём к финалу этой истории. История об инцесте. Жесть, невероятно. Это хорошо. Хорошо, что решил сам признаться. Да, это правильно. Я прям уважаю Дину за это, потому что всё-таки решился. Ну а мне-то теперь что делать с этой информацией? Ты, если действительно его любишь, если даже, ну, хоть немножко он тебе нравится, думаю, должна его простить. И впредь не отпускать на вечеринке одного. Я не знаю. И вообще не отпускать на вечеринке. Я не знаю. Я не знаю, что ты вообще не отпускаешь на вечеринке. Ну это понятно. Если бы он тебе не угрожал, то что? Ты бы так и не сказал? Ты просто боялся быть пойманным. Я готов покляться на чём угодно. Единственное, в чём я виноват, то, что позволил себе расслабиться. Ну и то, что пошёл всё-таки на эту вечеринку без Одри. Я не знаю, что сказать. Рэй точно не такой. Он не смог бы так с тобой поступить. Это же опасно. Ты как вообще? Нормальная или глупая, Одри? Ты слишком хорошего мнения о своём брате. Причём непонятно почему. Ведь очевидно, твой брат очень мерзкий человек. И он даже с тобой мерзко поступал. Он не мог рисковать. Даже если он тебя так сильно ненавидит. И это говоришь ты? Да он способен на всё. Только что ты страдала от него. А теперь его защищаешь. Нет, просто у меня такое чувство, что... Нет, просто ты тупая, тебе нравится твой брат. И чего ты тогда мозг пудришь Дину? Ты скидываешь на него свою вину, и всё. Я не знаю, верит тебе или нет. Знаешь, мне кажется, в наших отношениях всегда будет что-то происходить. Твой брат будет происходить в ваших отношениях. Поэтому отправь его обратно к отцу как-нибудь. А возможно, нам просто не судьба. Мне нужно о многом. Нет, я так надеялась в прошлом выпуске на Одри, что она отреагирует адекватно, хорошо. И она действительно до какого-то момента адекватно его просто слушала. А потом, как всегда, начала нести дикую чушь. Одри неисправима, и она меня бесит. Подумать. Подумать. Это не про тебя. Ты не умеешь. Неужели он не пойдёт за мной? Он меня не остановит? Ему всё равно? Да ты бы дальше всех уже достала. Никто тебя не остановит. Иди давай в свою странную семью, и там мутите детей с своим братом. Один и отстаньте. Не, ну проводка, конечно, в этом кафе, это полный трындец. Там скоро вообще всё взорвётся. Всё искрит вообще. Ну подожди. Дин, ты слишком хорош для неё. Вот серьёзно. Додумался. Пошёл за ней. Уговаривать её, умолять. Перестань любить своего брата, пожалуйста. Золото, а не человек. Пожалуйста. Не хочу. Поздно, Дин. Оставь меня. Пожалуйста, не плачь. Я помогу тебе со всем справиться. Прости меня за боль. Я не хочу оставлять тебя одно. Я не могу без тебя. И эти дни после этой странной истории для меня были мучением. Я рад, что смог сказать тебе правду. Думаешь, я забыла про ту блондинку, с которой ты недавно обжимался? Он обжимался с ней, потому что ты послала его. Ты опять ныла про своего брата. Господи, Одри. Тупая. Да я просто позлить тебя хотел. Хотел, чтобы ты поревновала. Ты же меня отшила. Я смотрел на твою реакцию и боялся, что тебе будет всё равно, с кем я. Но тебе оказалось не всё равно. Но это было что-то вроде проверки. Она называла меня больной девчонкой тоже ради проверки? Я просто слишком вошёл в роль. Перестал следить за словами. На самом деле, я просто растерялся от твоих действий. Не нужно подумать. Спасибо, что хотя бы выслушала. Сейчас придёт домой, там этот братец, что-нибудь опять ей наплетёт. Она ему поверит. Снова они там начнут целоваться и ещё что-нибудь. Вот. Это, конечно, всё здорово, прикольно, непонятно. Чё там решит Одри? Ну, давайте вернёмся к подруге. Что же всё-таки у неё там с парнем? В чём подвох того великолепного парня-подруги? Надеюсь, нам шутки расскажут. Ты плачешь? Откруй. Плачу, потому что мой брат дебил, который домогается меня. Как тебе такое? Нет, тебе показалось. Уходи. Очевидно, дверь закрыта. Зачем ты дёргаешь ещё раз? Открывай дверь, или я её вынесу. Что, непонятно? Когда тебя отсюда вынесут из этого дома, я вот жду не дождусь. В обсловии уходи. Одри, он тебе всё рассказал? А я тебе говорил, говорил. Мне, конечно, жаль. Откуда ты знаешь, что он мне рассказал? Надеюсь, сейчас она задастся этим вопросом и сможет поверить Дину. Потому что о чём ты, брат? О чём мне Дин должен был рассказать? А ты откуда это знаешь? Что ты страдаешь? Ну, советую прекратить. А если хочешь, твой братик может набить ему лицо. С удовольствием. Хочешь? Нет, не смей его трогать. Лучше расскажи мне, как так получилось, что ты тоже оказался. На той вечеринке. Там была Виктория. Тусил он там. Вот так он оказался. Ногами дошёл. Возможно, доехал. Дин мне тоже кое-что рассказал. Ты его подставил. Вот так ты меня любишь, да? Всё подстроил, разрушил мою жизнь. Ты рад? Потому что твой брат гаденький тип. Что ещё ты у меня заберёшь, когда ты успокоишься? Я ничего не разрушал. Скажем так, я просто воссоздал ситуацию. А у твоего пупсика был выбор. Он сам захотел повеселиться с девчонками. И вот что из этого получилось. Так что, если бы не я, это бы всё равно случилось. Да в смысле? Один как солнышко стоял около стены, где-то у выхода, в тёмном углу, где его никто не видел и не слышал всё это время, пока ты не подослал своих там девах к нему. С кем-то другим. И ты, возможно, бы об этом не узнала. Так что, благодари меня за то, что я помог тебе избавиться от этого. Знаешь, было бы даже не так обидно, если бы ты выбрала того ботана. Гарри? Нет, Гарри по мальчикам, мне кажется, всё ещё так кажется. Поэтому нет, Гарри я даже не рассматриваю, как этот вариант. Вы мне не хотелось это признавать, но действительно, неплохой парень по сравнению с этим. Не всё равно. Успокойся, давай я сделаю тебе чай. О, подруга, давай рассказывай. Грустная, у тебя что-то случилось, всё нормально. Давай лучше поговорим о тебе. В прошлый раз ты рассказывала о своём парне? Ну? Он умный, красивый, богатый, заботливый. Я всё-таки ставлю на то, что ему 50. Расскажи о нём больше. Неужели в интернете и правда можно встретить принца? Да, он идеальный. Но у него есть недостаток, мне сложно об этом говорить. У всех есть свои недостатки. Понимаешь, он женат. Что? А-а-а-а, точно, ещё такой вариант мог быть. Он женат. Ишь ты, какой шалунишка с малолеткой там замутила, сам жена. Ужасно, осуждаем, осуждаем, ребята. Что? Как? Я сама не знала. Я думала, он студент. В его профиле была фотография на 10 лет моложе. И указано, что он учился в нашем университете. Ну, а потом мы встретились. И я как-то не поняла сразу, что он на самом деле на 10 лет старше. Ну, хотя, может быть, чувак очень хорошо сохранился и по нему действительно не скажут, что он там. Ну, получается, он выставил, ему было лет 20, а сейчас ему лет 30. Ну да, возможно, он и не выглядел на тот возраст, который у него сейчас есть. Когда я его увидела, то поняла, что с фотографией он мне немного наврал. Мне вообще-то видно, что он постарше будет. Но он все равно был очень красивым. Так что меня это не остановило. И в конце нашей встречи мы поцеловались, а я поняла, что влюбилась. Ну, такая она, немного ей надо. Он ухаживал за мной и все такое, но я стала оставаться у него дома. У него была шея. И вообще немного ей надо, чтобы ее впечатлить, видимо. Секарная квартира. Но в один прекрасный день мне позвонила его жена и попросила отвязаться от ее мужа. Оказалось, у него двое детей, а квартира, в которую он меня приглашал, съемная. Видимо, она нашла мой номер у него в телефоне. И что дальше? Вот так вот. Вот такая вот печаленькая история. И что дальше? Ты же его бросила? Вот козел. Нет. Как нет? Я же сказала, что влюбилась в него. Я ничего не могу с собой поделать. Знала бы я раньше, да я бы даже не посмотрела в его сторону. А теперь мне так больно. Он ведь такой хороший. Но женатый. Я говорила. Ну, а все, разрушит она семью. Ну, если он, конечно, к ней испытывает то же самое, что и она к нему. А если нет, то, ну, все, она просто так и останется вторым вариантом для развлечений. С ним. Он сказал, что хочет развестись с женой. А, нет, разрушит семью, да. Что они вместе только из-за детей. И у них уже давно нет никаких отношений. Ты же понимаешь, что это бред. Он сказал, что они будут разводиться. Ну, немножечко попозже. Но процесс уже пошел. Да врет он тебе. Нет никакого процесса. И он не бросит свою семью. Обычно так и бывает. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу его бросать. Господи, Фиби, как же ты влипла. Переезжай к ним. Ой, она сегодня без макияжа. У нее обычно такие темные. Глаза накрашены. Темная помада. Тут она прям натуральная красота. Даже, ну, я бы не сказала, что я лучше без косметики. Мне как-то она больше нравится в разукрашенном своем виде. Я тебя заждалась. Не мог побыстрее? Ты постоянно опаздываешь. В следующий раз пойдешь домой сам. Ну, извини. Меня спармот начали. Одного единственного раньше времени меня отпустят. Простите, я не виноват, что эта садистка нас опять задержала. Вот что этому братцу все не имется. Ну, Господи, когда его убьет кирпич какой-нибудь, сброшенный случайно с восьмого этажа. Привет. Тебе что надо? Я не с тобой разговариваю. А ты бармен в том же... А, вот все. Вот. Все. Ты ее помнишь. Хотя был не тресп, но запомнил ее. Уже отлично. Уже значит, что вы можете начать мутить. Счастья, здоровья, радости, любви. Удачи. Вы отличная пара. Динни, да? Отвали от нее. Дин, успокойся. Просто он часто ходит к нам в пар. Что? Так вы знакомы? Да, почти. Странно. Мы виделись часто, но и до сих пор не знаем имени друг друга. Рэй. Трис. Так, все. Познакомились? Трис, поехали. Ладно, ладно, не нервничай. Еще увидимся в баре. Спасибо, что не оставила меня тогда. За мной должок. Дин, вот ну не вмешивайся. Пусть они мутят. Это решение всех ваших проблем с Одри. Трис, ты совсем? Ты вообще знаешь, кто это? Ну и кто? Это брат Одри. Тот самый. Который любит свою сестру. Тот самый. Любитель цеста. Йоу. Ты с ним тут заигрываешь. И что? Ну я же не его сестра. И что, мне теперь париться, да? Что, глупая? Я столько тебе о нем рассказывал. Мне он ничего плохого не сделал. И вы... Ну ты же не его сестра. Его только семейные отношения заводят. ...себя нормально со мной. А ваши мужские разборки из-за баб или еще чего-то меня не интересуют. Ну я же рассказывал. Рассказывал, как он приставал к сестре. Я видел это все своими глазами. У меня есть своя голова один. И я сама решу, плохой он или хороший человек. А ошибаются все. Интуиция мне подсказывает, что он нормальный парень. Если ты... Нет. Ну хотя, что мы хотим от девочки, которая употребляла всякие запрещенные вещества и говорила, что это ее был выбор. Она сама осознанно на это пошла. Любит она допускать ошибки, судя по всему. Ты продолжишь защищать его? Не понимаю зачем. Я больше никогда не буду с тобой разговаривать. Дружбе конец, поняла? Все, поняла, что он тебя невероятно бесит. Проехали. И ты не будешь... И меня он тоже невероятно бесит, Трис, вообще не представляешь. Но для тебя сойдет. Лишь с ним больше общаться. Посмотрим. Отвали и садись в машину. Алло, Одри. Что тебе нужно? Ты дома? Почему тебя не было в универе? Почему только сейчас берешь трубку? Не захотела идти. И я не обязана отчитываться. Не груби меня, я просто волнуюсь. Не стоит, у меня все прекрасно. Ты на все еще думаешь, выпендриваешься, понятно. По твоему голосу не скажешь. Может, я заеду за тобой, посидим где-нибудь, расслабишься. Ты серьезно ведешь себя, будто ничего и не было? Думаешь, я как дурочка сорвусь и весело побегу с тобой поразвлекаться? Как бы не так, пока. Надо было идти вместе с ним на вечеринку и развлекаться там с ним. С одной стороны, она тоже. На ней часть вины лежит, потому что она не пошла с ним. Почему не пошла? Стой, я приеду, хорошо? Поговорим. Во-первых, я не хочу тебя видеть. А во-вторых, мой брат сделает из тебя отбивную. Знаешь, пора уже решить все раз и навсегда. Пора решить, инцест или нормальные отношения, слушай. Знаешь, я подумала и уже решила. Прощай. Что, брат, ну ближе. Семья. Раз и навсегда. Чувствую, что от 18 серии, которая первая концовка, меня будет дико бомбить. Меня предупреждали об этом. Чувствую, что там рыжие отдаются танцу. Мне неплохо. Так от души танцует девчонка. Извините, что прерываю веселый разговор, но может быть, Трис, обслужишь меня? Что ты тут делаешь? Иди домой завтра. Она прям вообще как-то по-другому выглядит без макияжа своего обычного. Ага. Малышам уже пора в кроватку. Ой, а ты так не малыш. Прямо-таки на год старше и выпендривается. Ему тоже так-то с утра на учебу. Заткнись. Прекратите. Я не собираюсь вас разнимать. Рейни, обращай внимание, он не в себе. О, как вы спелись. Думаю, тебе не... Так это же здорово, Дин. Ты что, не видишь в этом плюсов и перспектив? Стоит пить. Думаю, тебе не стоит решать, что мне делать. Наливай, или я буду жаловаться. Хорошо, только веди себя нормально. Ты у меня на работе. Да-да, веди себя нормально. А то я видел, какие охранники громилы. Сейчас они, может быть, напьются. И как закорешатся. И как они уйдут за закат в конце 18 серии вдвоем. И нафиг эту Адри и Трису. Нафиг этих девчонок. В принципе, я не против такого финала. Кстати, Трис, ты классно выглядишь. Мне нравится твой стиль. Необычно. Эм, спасибо. Посмотрите, как засмущалась. Что делаешь после работы? Обычно сплю. Пока не долблю, сплю. А потом долблю и уже не сплю. Слушай, ты что к ней лезешь? Просто разговариваю. Ничего такого. Слушай, а чё ты свою подругу? Ты же говорил, вы просто друзья. А так ревнуешь, а, Дин? Ты к ней подкатываешь. Дин, успокойся, всё нормально. Я всё вижу. Ничего не нормально. Пока он тут. Дин, успокойся, всё нормально. А ты чё пялишься, м? Всё, его с одного бокальчика пивка снесло. Дин весьма такой, это... Слабенький мальчик. Чё ты на меня смотришь? Я просто стою. Чё накопался? Молочный коктейль пьёт, чувак. Даже не пиво. Сейчас я с тобой разберусь. Дин, продолжишь себя так вести, я вызову охрану. Иди и скинь свою злобу в другом месте. Ок, тогда мы выйдем, да, Рэй? Поговорим снаружи. Нет. Ну почему нет? Я согласен. О, будет драка. О, принесите попкорна. Судя по всему, кто победит в драке в следующей серии, тот выиграет Одри. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ещё я предлагаю вам вступить в мою группу ВКонтакте, подписаться на мой Инстаграм, и подписаться на Инстаграм моей группы, то есть Симовский Инстаграм. У меня на сегодня всё, я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего. Всем пока-пока! Симовский Инстаграм.